Здравствуйте, друзья! Это программа «Тема дня» на канале ЭТОН-ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский. Мы расскажем про реактор, про любимый лунный трактор. Сегодня утром 21 марта в Израиле было снято цензурное ограничение на все материалы, связанные с упоминанием об израильской атаке на сирийский ядерный реактор. Сегодня у нас в студии гость, журналист, политический обозреватель Александр Гольцекер. Здравствуйте! Итак, вы в то время работали, это был 2007 год, и вы занимали пост генерального продюсера и главного редактора службы новостей, одного из, по сути, единственного русскоязычного израильского канала, 9-го канала. Что вы можете рассказать о том, что было известно тогда, и о чем вы вынуждены были умалчивать, в крайнем случае ссылаясь на зарубежные иностранные источники? На самом деле умалчивать нужно было немного, потому что зарубежные иностранные источники, они были настолько проинформированы в том, что произошло, в том, что предшествовало реакции атаки Израиля и реакции, возможной реакции Сирии, что, в общем-то, ссылаясь на иностранные источники, можно было сообщать довольно много. Никто не думал, что ядерный реактор на территории Сирии ликвидирован силами молдавского спецназа, то есть понятно было, о чем идет речь. Многие детали оставались неизвестны, они, кстати, до сих пор остаются под запретом военной цензуры, и тоже мы можем ссылаться на подробности, которые опубликованы в иностранных СМИ. Но вот в чем дело, я думаю, что в узкий круг людей, которые были посвящены в секрет этой операции, входило 2,5 тысячи человек. 2,5 тысячи человек для нашей большой страны, я, естественно, тут немножко использую кавычки, и утрирую в какой-то степени, но тем не менее, 2,5 тысячи человек это очень много. Содержать такую вот махину, это только узкий круг, повторюсь, потому что после того, как была произведена атака, о которой уже много раз говорили, и сегодня говорили, то есть очень много, 8 самолетов, которые несли определенное количество взрывчатки разнятся, версии, кстати, 18 тонн, 20 тонн, 24 тонн. Я думаю, что это не так важно. Были еще последствия. То есть, скажем так, операция на этом не закончилась. По публикациям из иностранных, она и не начиналась в этот день, то есть сначала, и самое главное, да, вокруг чего сегодня и ходят споры о том, как нам удалось добиться достоверной информации по поводу того, что там действительно находится ядерный реактор. Потому что косвенные доказательства, они начали скапливаться в Израиле, если я не ошибаюсь, 2004 года. Цепочка косвенных доказательств еще никак не защищает Израиль, во-первых, нашего премьер-министра, перед тем, как он представляет эту историю президенту Соединенных Штатов Америки. Во-вторых, на будущее, мы предполагали, что последуют определенные реакции из разных стран мира, и нам нужно будет предъявить доказательства, что это ядерный реактор. Поэтому цепочка косвенных доказательств, которая была на 2004 год у израильского руководства, этого было недостаточно. Конечно, нужны были достоверные доказательства, и судя по тому, что заявляет сегодня бывший глава МОСАДа Тамир Парду, то, что заявляет бывший глава оперативного отдела МОСАДа Рамбен Барак, они говорят о какой-то, просто каком-то счастливом билете, который вытащили несколько агентов МОСАДа в Вене, согласно иностранным публикациям. Но теперь уже можно ссылаться и на израильские источники, потому что об этом заявили эти два человека, в Вене, которые получили эту информацию, как в самых киношных шпионских историях, с использованием привлекательной девушки, которая отвлекла внимание в лобби гостиницы человека, который является отцом-основателем ядерной программы сирийской. В это время у него в номере агенты МОСАДа отрабатывали материалы, которые хранились у него на ноутбуке, и еще на каких-то других источниках. И эти материалы, это просто был счастливый билет, как я просто по дороге к вам сюда слушал по радио Рама Бен Барака, бывшего начальника оперативного отдела МОСАДа, который говорил, что это просто было такое ощущение, что именно он участвовал в этой операции, что он говорит, ну просто мы когда получили, мы не понимали, что у нас есть, а когда вернулись в Израиль, мы поняли, чем мы на самом деле располагаем. Мы располагаем точным местом, мы располагаем точным временем, мы располагаем всеми доказательствами того, чтобы понимать, насколько быстро эта точка, этот объект превратится, перейдет из холодной стадии в горячую стадию, то есть та стадия, когда этот ядерный реактор, его ликвидация уже может повлечь за собой экологическую катастрофу в регионе. То есть у нас было все. С этого момента, конечно же, Эудольмер должен был очень быстро реагировать, потому что последнее слово все-таки за ним. Конечно же, есть военная разведка, глава военной разведки, конечно же, есть министр обороны, на тот момент уже Эудбарак, предшествовал ему Амир Перец, конечно же, есть министр иностранных дел, есть узкий кабинет, есть правительство, в конце концов, которое уполномоченно принимает такое решение, но конечное решение, конечно же, было за Эудом Омиртом, сейчас реагировать, то есть сразу, не дожидаясь того момента, когда реактор перейдет в горячую стадию, или, так сказать, подождать, довести операцию, то, что называется, до ума. Это версия, кстати, Эудобарака, который предлагал на полгода перенести эту операцию для того, чтобы действовать по какому-то альтернативному плану, в подробности которого пока, насколько я понимаю, никто не вдавался. Но, что еще важно здесь, ведь я начал с того, что операция не начиналась в тот день, когда это произошло, она начиналась гораздо заранее, она и не закончилась в тот день. Если мы попытаемся проанализировать события, приблизительно спустя год, даже, по-моему, год и месяц после этой операции, которая была произведена, как мы уже теперь знаем, с воздуха, с использованием израильских бомбардировщиков, спустя год и месяц был ликвидирован отец-основатель сирийской ядерной программы, Мухаммад Слиман его зовут, звали, точнее. Эту операцию тоже приписывают иностранные СМИ израильскому спецназу, конкретно морскому спецназу Израиля. Он, согласно тем же публикациям, был ликвидирован не из-за ядерной программы, которая в тот момент уже была развалена, он был ликвидирован из-за связей, которые пытались, он пытался сократить путь от Ирана до Хизбаллы через Сирию, но минуя определенные преграды, которые связаны с государственным руководством. Но в этом Израиль, эту ликвидацию Израиль не признает? Нет, 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 это не мы, это опять молдавский спецназ. Конечно же, согласно иностранным СМИ. И был еще ряд, скажем так, остаточных, если хотите, таких вот событий, которые так или иначе связаны с ядерной программой сирийской. Ее трудно называть сирийской. Это ведь, судя по тому, что мы знаем сегодня, на иранские деньги, на территории Сирии, строился ядерный реактор при поддержке Северной Кореи. То есть, Сирия фактически только полигон, то есть, это площадка для того, чтобы это производилось. Заказчик Иран, производитель Северной Кореи. Территория Сирия. И, может быть, если бы это была другая какая-то территория, то были бы уместны всякие выпадки в адрес Израиля со стороны некоторых представителей, некоторых стран в мире, я думаю, что вы еще этого коснетесь сегодня, о том, что Израиль вторгся на чужую территорию. Потому что, если бы этот реактор находился на территории Ирана, то, наверное, реакция была бы намного более яркой. Мы помним еще, так сказать, из нашего советского периода, какая была реакция в 1981 году на то, что израильская военщина уничтожила мирный атом иракского народа. Я думаю, что было бы нечто похожее. Добавьте к этому еще весьма конфликтный разговор, который тоже всплывает сегодня из книги Эуда Ольмерта, которая выходит сегодня. То есть она сегодня вышла в широкий свет. Тут надо сказать, что отдельно совершенно, да, это не моя прерогатива, но тем не менее... Которую написал, находясь в тюрьме. Эуда Ольмерт, находясь в тюрьме, написал это ладно, но то, что он сумел приурочить выход своей книги к тому дну, когда будет разрешена публикация информации о ликвидации реактора, это такое совпадение, как его дом в районе Кремье в Иерусалиме, который он удачно купил и удачно продал. Именно в те моменты, когда вот нужно... То есть он просто очень удачный, очень успешный бизнесмен. Как сказал бы товарищ Киселев, совпадение? Да, он просто очень удачный бизнесмен, и в этом смысле книга, конечно же, да. Так вот, там описывается, он лично, ну, из его воспоминаний, описывает свой разговор с Джорджем Бушем, которым он, естественно, первому предложил поучаствовать в этой операции и, может быть, вообще провести эту операцию. Вы же понимаете, что, скажем, если бы американские ВВС провели эту операцию, ну, скажем так, мир, может быть, где-то бы что-то там пропыхтел, то, что называется, но Америка бы даже не заметила эту операцию. То есть это было бы таким вот незначительным действием. Для Израиля это, безусловно, событие. Во-первых, мы сами обнаружили, мы сами нашли доказательства, мы сами ликвидировали, и мы сами расхлебываем последствия. До сих пор они оказались, скажем так, сложились эти обстоятельства по самому положительному, по самому оптимистичному прогнозу военной разведки. Но, тем не менее, так вот, в этом разговоре с Джорджем Бушем, в результате, Буш сказал, мы не участвуем, мы за то, чтобы решать этот конфликт, а это уже был конфликт, дипломатическим путем. Мы привлечем к этому ООН, Совет Безопасности ООН, привлечем к этому наших партнеров в Европе, и мы будем добиваться соглашения, остановки работы и так далее и тому подобное. А что Ольмин сказал? И тут, вот тут надо дать ему должное, Ольмин не церемонился. Он не церемонился с началом Второй Ливанской войны, он не церемонился с началом операции «Литой свинец» в Газе. Кто знает, как было бы в какой-то другой ситуации, тем не менее. Здесь его ответ был однозначен, опять-таки, ссылаясь на его же цитату из книги. «При всем уважении к вам, господин президент, и вашей стране, забота о безопасности граждан Израиля – это моя забота, поэтому, если вы не участвуете, то мы это сделаем сами». И сделали сами. Поэтому, так сказать, весь этот пазл, который сегодня складывается, конечно же, не весь, потому что еще очень много знаков вопроса. Он говорит о том, что эта операция, конечно же, войдет в аналог истории государства Израиля. Что ж, спасибо. Переходим к следующему вопросу. Вот я должен процитировать одного из российских военных экспертов. И у меня создается впечатление, вот иногда, что некоторые российские эксперты, их обрабатывают нервно-паралитическим веществом «дурачок», и тогда они только становятся экспертами. Вот один из них – это Максим Шевченко, еще есть там такой некий полковник-баранец, и вот еще один – некий Константин Сивков, который у него достаточно серьезные регалии есть. Он учился много лет, и редактор одного из серьезных военных журналов. Но, тем не менее, он пишет, что вот это признание сегодняшнее – это признание того, что Израиль совершил тогда в отношении Сирии акт военной агрессии. И также он считает, что Израиль следует объявить государством, представляющим угрозу миру, а политическую элиту страны, совершившую подобные действия, необходимо судить Гаакскому трибуналу. И здесь мы возвращаемся к дипломатической подготовке, которая, очевидно, была проведена. Вы немножко упомянули, а что являлось такими козырными картами Израиля на поле дипломатической войны? Давайте так. Во-первых, я на треть согласен с этим экспертом. Израиль совершил акт военной агрессии на территории другого государства. Выводы, которые он делает из этого, что нужно судить политическое руководство и признать Израиль государством, которое представляет угрозу миру, вот он выводы сделал совершенно неправильные. Израиль совершил акт военной агрессии. Мне всякого сомнения. Да, запустил бомбардировщики. Они разбомбили ядерный реактор весьма нестабильного государства с весьма нестабильным лидером, с весьма нестабильным руководством. И история теперь показала это все. То есть мы знаем, что на момент ликвидации реактора Абашар Асад как бы контролировал территорию Сирии и все, что там происходило. Что было потом, когда вдруг снова выяснилось, что семья Асада, семья известных химиков по поводу химического оружия, который они использовали против своих граждан. Подумайте о том, что бы они использовали против чужих граждан, если бы Израиль не совершил акт этой агрессии. И как бы себя сегодня ощущали российские военные на территории Сирии, если бы они вообще там были. В случае, если бы Абашар Асад мог предъявить ядерное оружие, насколько бы они, скажем так, вальяжно себя чувствовали, россияне я имею в виду, на территории Сирии сегодня, который просто им фактически, Абашар Асад на определенный, это отдельный, конечно, разговор, как развивались отношения Сирии и России в процессе этой военной операции, надо сказать, не короткой. То есть, поначалу Башар Асад казалось, что он готов просто оставить свой дворец российским представителям, всю территорию Сирии, включая свой дворец. Когда появились ирано-сирийские интересы, вдруг, я думаю, что это было неожиданностью даже для российского руководства, вдруг произошел поворот, совершенно однозначный, со стороны Асада, в сторону Ирана, там деньги, это надежно, это наши ребята, это Ближний Восток, а Россия, что она ищет на Ближнем Востоке, еще неизвестно. С одной стороны, они нас поддерживают, с другой стороны, Нитаниягу чуть ли не каждый месяц встречается с Путиным, о чем-то они там с глазу на глаз договариваются. То есть, Россия перестала быть настолько уж интересно Сирии, спустя несколько лет, после начала операции, хотя они готовы были, и не просто готовы были, а действительно шли на жертвы, российская сторона, я имею в виду, шли на большие жертвы в виде военной техники, в виде личного состава, солдатского, офицерского и даже высшего офицерского состава, для того, чтобы стабилизировать ситуацию на территории Сирии, для того, чтобы режим Асада остался у власти. Теперь как раз мы понимаем, спустя вот всю вот эту вот цепочку из 11 лет, какую бы опасность представлял, скажем так, на мой взгляд, не совсем уравновешенный человек, я не говорю о том, какой он политик сейчас, Башар Асад, имея вот ядерный реактор в так называемой горячей стадии. Поэтому такие вот разговоры по поводу того, что сделал Израиль. Израиль фактически спас регион от катастрофы. Это вот в ближайшей перспективе. Что Израиль сделал в дальней перспективе, это, поживем, увидим. Но пока понятно, что если бы Асад оказался вот в этой ситуации еще и с ядерным оружием, то ситуация была бы совершенно другая. Если бы он еще вел переговоры, представьте себе иранское ядерное соглашение, попробуйте спроецировать его на ситуацию в Сирии. Все-таки Иран это стабильное государство с определенной стабильной структурой. Сирия при той оппозиции, которая там находилась, при том вакууме, который там возник, для того, чтобы там себя чувствовали достаточно вальяжно, подразделения боевиков ИГИЛ, неважно, партизанские отряды их называют или подразделения боевиков. Но представьте себе ситуацию, при которой Асад еще вытаскивает карточку с ядерной программы. Так что я думаю, что вот эти выводы, которые были сделаны, совершенно неуместны. А можем ли мы говорить о том, что корневой причиной таких вот заявлений российских экспертов может быть какая-то обработка мозгов? Потому что это выход, по сути, из советской школы. Да нет, причина просто дешевый пиар. То есть сегодня, когда все это бурлит, любое высказывание, которое есть, естественно, интерес людей не только в Израиле, но и за пределами Израиля привлечен к СМИ. И все, что появляется в СМИ в этот момент, особенно такое провокационное, оно привлекает к себе внимание. Это какие-то амбиции, которые человек удовлетворяет таким вот заявлением, совершенно неуместным. Но вы правильно сказали, была и проделана определенная работа на дипломатическом уровне, я бы даже сказал так, по молчанию, то есть работа по молчанию. После того, как это было произведено, я уверен, что политики просто разрывали военную цензуру за право взять себе то, что называется кредит за эту операцию. То, что военная цензура настояла на молчании, и это в результате не привело весь регион к военным действиям, я думаю, что это сработало. Что же, друзья, это был сюжет про реактор, который разбомбил Израиль в 2007 году в Сирии. Напоминаю, в студии был Михаил Юровский и наш эксперт Александр Гольцекер. Спасибо, Александр. И вам, друзья, спасибо. До свидания. Пока.